Добро пожаловать на сайт нашего сервиса. Сегодня я познакомлю вас с базовым функционалом, как произвести первичную настройку и залить необходимые файлы на хостинг. Нажимаем бесплатный тест и вводим наш e-mail. Нажимаем бесплатный тест. Как мы видим, письмо с регистрацией успешно пришло. Открываем его. Здесь есть наши данные. И сегодня нам понадобится наш IP-ключ. Переходим по ссылке скрипта. И у нас открывается такая панель конфигурации. Вводим сюда наш ключ. Следующее поле это white page. White page это страница, которая будет показываться модератором, ботом и спай сервисом. Вы можете использовать как локальный white page вида HTML или PHP, так и внешний URL. Сегодня покажу вам оба варианта. Давайте для начала укажем внешний URL. Например, в качестве white page будем использовать вам страницу Яндекса. Следующее поле это offer page. Это страница, которая будет отображаться реальным пользователем. Он может быть как локальным, так и внешним. Локальный удобно использовать, если вы работаете с партнерской программой, через API. Это позволяет избежать лишних потерь трафика. Для примера вначале пропишем внешний offer page. Пусть будет глубоко. Геофильтры. Мы настоятельно их рекомендуем использовать, но если вы работаете по смарт-линку, либо на широкое гео, тогда прописывать не обязательно. Я же пропишу RU. Для того, чтобы избежать неправильного написания геофильтров, мы прописали здесь ссылку с пересечлением всех стран и их гео двухбуквенных сокращений. Используйте, пожалуйста, их, дабы не было никаких проблем. На этом базовая настройка закончена. Давайте немножко остановимся на необязательно хорошевенных настройках. UTM-метки. Что это? Каждая уникальная ссылка вы можете генерировать ее с необходимым набором параметров, который может включать в себя название аккаунта, с которым вы работаете. Ключи, фразы, ID клика и еще множество всего, что предусматривает ваша партнерская программа, либо рекламная сеть. По умолчанию они включены. Можете их выключить, если вам это необходимо. Также они используются для работы с TDS и трекерами. Следующий метод отображения WhitePage. По умолчанию используется Curl. Это серверный запрос, который показывает сторонний WhitePage на вашем домене. Обычно все используют его. При необходимости можно использовать 302-й редирект. Тогда будет происходить редирект с вашего домена на домен, указанный в поле WhitePage. Мы сегодня рассмотрим оба этих варианта. BlackPage. BlackPage может открываться через MetaRefresh, через 302-й редирект, либо открываться iFrame на вашем домене. Тоже эти варианты. Просмотрим и покажу. Фильтрация по рефереру. Иногда бывает такая ситуация, когда необходимо отсечь всех пользователей с простым реферером. Данная функция позволяет это сделать. Но нужно учитывать, что использование такой настройки может привести к существенным потерям трафика. Использовать ее необходимо, если вы понимаете, для чего вам это и как вам поможет это в запуске вашей рекламной кампании. Дальше идут разрешенные домены. Те домены, которые здесь будут прописаны, если они будут содержаться в реферере, пользователь с них будет попадать на BlackPage. Если же их не будет здесь, то они будут отправляться на White. Нужно учитывать, что прописав здесь Google, вы будете попадать на BlackPage с доменов и Google.com, и Google.ru, и любых другим доменам, в угле которого есть слово Google. Разрешенное устройство. Здесь довольно просто. Это фильтр по девайсам и операционным системам. Иногда бывает необходимость отфильтровать весь десктопный, либо мобайл, либо в трафик по операционной системе. Изменяя данные настройки, вы сможете это сделать. Следующая опция – это отложенный старт. Она позволяет заблокировать первых нескольких реальных пользователей, которые иначе бы попали на ваш Black. То есть все VPN, Proxy, боты и модераторы в любом случае попадают на White и здесь не учитываются. Здесь речь идет только о настоящих пользователях. Подобная опция необходима при использовании с сетями, в которых происходит ручная модерация. Например, AdWords, LoopDirect. Количество пользователей здесь варьируется. Для начала оставим 0, затем покажу, как работать с ней. Следующий фильтр – это режим паранойи. Он использует максимально жесткие настройки нашей системы фильтрации. Рекомендуем использовать его только в сложных ситуациях. После того, как все было настроено, можно скачать получившийся скрипт. Теперь перейдем на наш хостинг. В данном примере мы будем использовать TrustHost и панель KSP Manager. Как вы видите, никаких файлов здесь нет, поэтому мы загрузим в корень наш получившийся файл. И еще хотелось бы отметить, что иногда и при использовании других панелей управления, либо при работе с VDS и серверами напрямую, здесь может быть папка Public.html. Тогда все данные необходимо сгружать именно в нее. Давайте посмотрим, что у нас сейчас откроется. У нас открываются данные по тому, что мы ввели. Можем посмотреть наш white, можем посмотреть наш black. Геофильтр включен. И давайте выключим режим настройки, чтобы скрипт уже перешел в боевой режим работы. Это необходимо делать до того, как вы отправляете на модерацию. Выключаем. И давайте кратко посмотрим, что у нас здесь прописано. Здесь указаны ровно те параметры, которые вы указали в конструкторе. WhitePage, BlackPage, режим настройки, который я только что отключил. Геофильтр, проброс UTM меток, метод отображения OfferPage, WhitePage, фильтрация по рефереру, список разрешенных доменов. Если он пустой, то разрешены все домены. Блокировка устройств Apple, Android, Windows, Mobile Traffic, Desktop Traffic, Отложенный Start. Эта функция относится к отложенному старту, к ней вернемся чуть позже. И режим паранойи. Давайте сохраним наш файл. И обновим страницу. Мы попадаем на Google, потому что мы реальный пользователь с RUIP-адресом. Давайте посмотрим, что изменится, если мы сюда пропишем, например, U.A. Сохраним. Возьмем наш домен. И перейдем. Как мы видим, мы попали на Яндекс. Теперь давайте посмотрим, что изменится, если мы поменяем подгрузку White с Curl на 302 Redirect. Как вы видите, в данный момент мы находимся на Яндексе, но в Урле у нас наш домен. Теперь поставим 302 Redirect. Данные настройки вы можете производить как через конструктор, так и напрямую в файле. При этом хотелось бы отметить, что, единожды сгенерировав файл, вы можете копировать его на все свои хостинги и править его непосредственно здесь, если вам это удобно. Либо же через конструктор. Давайте обновим. Как мы видим, отображается тоже White, но уже с Redirect на Яндекс. Давайте вернем к Уру. Теперь давайте посмотрим те же настройки для отображения оффера нашего BlackPage. Поменяем его на 302 Redirect. И здесь разрешим наше дело, чтобы мы попадали на Black. Сохраним. Открывается также Google, но уже используя 302 Redirect. И давайте посмотрим iFrame. Касательно iFrame нужно учитывать, что не все домены поддерживают такой вариант отображения. Как вы видите, Google блокирует подобные запросы. Поэтому давайте сменим наш BlackPage Google на что-нибудь другое, что поддерживает подобное отображение. Для примера я взял интернет-магазин. Такой. И давайте посмотрим, как он будет изображаться. Как вы видите, наш интернет-магазин подгрузился, изображается во фрейме, и URL при этом не изменился. Так работают различные варианты отображения White и BlackPage. Теперь давайте попробуем, например, заблокировать пользователей с Windows. Обновим. Как видим, мы попадаем на Яндекс. Вернем все, как было, чтобы нам отображался Black. Теперь перейдем к параметру отложенного старта. Давайте поставим 1. То есть первому унику, который должен был попасть на Black, будет изображаться White. Сохраним. И проверим. Как видим, мы попали на White. Хотя должны были попасть на Black. Давайте обновим здесь. И видим, что создался файл. Этот файл, в нем отмечаются уникальные хэши пользователей, которые должны были попасть на Black. То есть, это мой заход. Если я сейчас возьму и удалю этот файл, то мы снова попадем на White. Просто потому, что файл создастся заново. Здесь опять создастся нужная запись. Сейчас я поменяю IP-адрес и зайдем еще раз. И нас должно будет пустить на Black. Итак, я сменил IP-адрес. Давайте попробуем еще раз. Как мы видим, у нас отправило на Black. При этом, в нашем файле никаких записей не добавилось. Таким образом, работает файл отложенного запуска. Если вы поставите здесь не один, а десять, то первые десять реальных пользователей попадут на White. Нужно учитывать, что пользователи с VPN, с Proxy, боты, модераторы, они не будут учитывать с этим плагином, потому что они самой системой фильтрации будут отправляться на White и не доходить до этих настройок. Теперь, последний параметр, который мы рассмотрим, это перманентный бан пользователей. Что это такое? Это позволяет всех тех, кто попал в этот список, никогда не пустить на Black. То есть, я со своего первого IP-адреса никогда не увижу Black Page при настройках перманентного бана. Это тоже бывает полезно для сетей с ручной модерацией. Теперь, давайте еще посмотрим, как прописать локальные Black и White. Для этого создадим файл White.html и Black.html. В Black пропишем Black, в White пропишем White. Откроем наш файл настроек White. Так как файл лежит в этой папке, просто пропишем White.html. Для Black же пропишем Black.html. Сохраним. Окей. Копируем уровень нашего домена. И мы попадаем на наш Black. то же самое с White. Допустим, выставим какое-нибудь другое гео. И мы попадаем на White. Так как у нас пути локальные, домен не меняется. Данный формат настроек удобен тем, что настроив единожды, вам нет необходимости лазить в какую-то панельку, что-то лишний раз кликать, менять. вы просто можете это все скопировать на нужное количество доменов, различные хостинги, и все это будет сразу автоматически работать. На этом урок по настройке базовой вайтов и блоков можно считать оконченным. Спасибо за внимание. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...